В эфире специальный выпуск ночных новостей ТВК. Здравствуйте. Сегодня весь мир потрясла новость о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского. Легендарный баритон скачался на 56-м году жизни после продолжительной борьбы с раком мозга. Сегодня в Крывой филармонии с концертом выступил пианист Николай Луганский, посвятивший выступление Хворостовскому. А началось оно с минуты молчания. Сегодня наш вечерний концерт. Мне придется начать с печального. Сегодня в 3.35 утра полуандовского времени в Лондоне скончался великий человек, артист, левец, музыкант, человек невероятного молодства Дмитрий Хворостовский. Я предлагаю прочтить его полицию. Я не хочу. В родном Красноярске Дмитрий Хворостовский дал свой последний концерт в июне. Слушатели ждали исполнителя два года. Выступление неоднократно переносилось, но несмотря ни на что, Хворостовский нашел в себе силы и приехал в родной город. Каким вспоминают певца, его коллеги и слушатели. В сюжете далее. Июнь 2017-го. Дмитрий Хворостовский на сцене Краевой филармонии. Этот концерт поклонники певца ждали долго. И хоть всем было известно о тяжелой болезни, его выход на сцену дал надежду. Он еще может выступать и обязательно со всем справиться. Как оказалось, концерт стал прощальным. Я должен был вернуться. Потому что это мой родной город. Потому что... В тот вечер со сцены он, помимо бурных оваций, получит и еще одну награду. Звание почетного гражданина Красноярского края. Она ждала его два года и, кажется, нашла вовремя. После этого концерта мы общались, смотря на то, что ему было тяжело. И затем утром я его провожал. Он не исключал, что приедет еще раз. Это в высшей степени талантливый, мужественный, сильный, красивый человек. Красивый и внешне, красивый и духовно, внутренне. Талант исполнителя оценили во всем мире. Он выступал в лучших театрах. Берлинской и Венской государственной опере, театре Ла Скала. В статусе мировой звезды он прожил 28 лет, а началось все в 1989 году. Тогда Дмитрий Хворостовский победил в международном конкурсе оперных певцов. И, кажется, не было никого вокруг, кто не оценил бы его потенциал даже на самом начале карьеры. Ко мне его привели в класс, Диму. Тогда стройненький, худенький такой, простывший весь. Я еще не чувствовал, что это будет мировая звезда и все прочее. Но мне хотелось, чтобы он стал, потому что я видел в нем хороший голос. Это его интерес к профессии и жизнь его в профессии. Это такой след яркий, просто яркий. Вы знаете, я терпеть не могу слово «звезда». Но он, правда, как звезда пролетел и угас. Светлая его память и счастье, что я жила в то время, когда жил Дима. С болезнью рак мозга Хворостовский боролся публично. В июне 2015-го рассказал о ней на своей странице. Фото с друзьями, коллегами, все поддерживали звезду. «Дима, ты справишься», – огласили надписи на футболках. Надежду лелеяли и его слушатели. Мне очень сложно сказать словами вообще вот то впечатление, которое он производил. Он это вообще, как сейчас, вот мурашки по коже, так и тогда, когда я слушала Дмитрия. Мне просто поразили, как он пел, как он воплощался в рябове, хотя бы в концертном костюме он настолько преображался, просто потрясающе. Он поет и мурашки идут по телу, понимаете, вот такой вот душу проникал. Только раз бывает жизни встреча, только раз судебую рвется мить. Илья Филонов, Виктория Лопатайте, Новости ТВК. И буквально час назад стало известно, похоронить певца могут на Новодевичьем кладбище. По крайней мере, с такой инициативой выступил министр культуры страны Владимир Мединский. Его предложение поддержал мэр Москвы Сергей Собянин, передает Интерфакс. Напомню, последней волей певца была просьба кремировать тело и похоронить прах в двух местах – в Москве и родном Красноярске. Официальных заявлений от родственников Хворостовского пока не поступало. Мы продолжим сразу после рекламы и покажем одно из последних интервью Дмитрия Хворостовского. Мы продолжаем и главная новость сегодня – кончина Дмитрия Хворостовского. Этот выпуск мы решили целиком посвятить памяти всемирно известного оперного певца. Прямо сейчас интервью с артистом, записанное в ноябре 2014 года. Добрый вечер. Программа «После новостей». Но, как вы видите, необычный интерьер. Это значит, мы не совсем у себя дома. Оно и понятно. У нас гость сегодня необычный. Звезда мировой оперной сцены – Дмитрий Саныч Хворостовский. Дмитрий Саныч, а вы сами себя звездой когда почувствовали? Да никогда. Как никогда? Ну, что такое звезда? Вы чеете, что ли? Нет, конечно. Ну, как? Вас же все узнают. Куча наверняка подобострастных людей. Чего изволить? Подобострастных людей я не терплю. Вот. И стараюсь их не видеть и не принимать. Подобострастие вообще мне очень качество не нравится. Это мне очень глубоко чуждо, в принципе. Правда? Самых первых дней моей работы в Красноярском театре оперы и балета, куда я попал, будучи студентом, я никогда никому не завидовал. Единственное, что мне не нравилось, это ждать свою очередь. Я как самый младший студент должен был ждать своей очереди, чтобы испеть какую-то, ну, из первых ролей. А до этого меня заваливали разными второстепенными и третьестепенными ролями, которые я должен был выучить и петь на сцене. Для меня это тоже в свое время своего рода была и школа, и огромный опыт. Но, тем не менее, я, в общем, ко всем своим партнерам, коллегам, соперникам, что ли, относился всегда с большим пиететом. А когда вот вы определили для себя, что, ну, вот все, я профессионально состоялся, достиг приличных высот, могу, ну, чуть спокойнее себя чувствовать? Вы знаете, когда я поступал на первый курс Красноярского института искусств, к Екатерине Константине Йоффе, ну, тогда еще не знал, просто пел вступительный экзамен. В отличие от других студентов, которые дрожали за нижние и верхние ноты, я думал об образе. Вот, так как, в принципе, я уже для себя, я думаю, что я недалеко от правды ушел, я был исключительно готов уже для профессиональной сцены. Вот, такой вот я был вундеркин. Поэтому я думал о себе, о себе в, ну, практически превосходных степенях. С самого начала. Я и Титаруфо, я и Поворотти, я и Шаляпин. Вот, потом, конечно, мой пыл очень сильно паутих. Вот, но тем не менее, вы спрашиваете, когда? Вот, с самого начала. В чем мне повезло? Это в том, что я был очень удачлив и остаюсь очень удачливым по жизни. Мне встречаются прекрасные люди, великие, чудесные люди, которые относятся ко мне хорошо, которые мне помогают, у которых я учусь, вот, и с некоторыми из этих людей мне довелось и доводится дружить. А вот этот выбор профессиональный, это, наверное, все же семья, да? Ну, конечно, прежде всего, это семья, это определенное, ну, образование, что ли, которое было заложено с самых первых дней. А как на улице ровесники не смеялись, что ли, что ты ходишь, там, музыкальную школу, кто-то же выдумал? На каждый смешок есть сломанный нос и выбитый зуб. Вот так, да? Да, так что смеяться я очень быстро отучил. Фамилия моя Хворостовская, естественно, с первого дня, с первого сентября в школе, узнав, кто-то начал называть меня Хворостом, но не больше одного дня. В принципе, я рос в очень такой теплой, интеллигентной семье, родители культивировали и культивируют классическую музыку, литературу, искусство, живопись, культура. А в школу попал и с первых же дней, не дней, а даже часов и минут, было совершенно другой мир. Вообще, вот сегодня, с Вашей точки зрения, почему люди продолжают слушать всю эту музыку? Почему они слушают музыку 18-19 века? Почему не вытесняется она современной музыкой? Потому что ничего лучше не написано в стих пор. Так банально это звучит, но это правда. То есть, все это открыто? Конечно. Потом, одно дело слушать, другое дело исполнять, понимаете? Другое дело, вы просто открываете тетрадь, допустим, ХТК, Баха или Инвенции, или Фук, или Моцарта, Сонаты, или какие-то произведения. Или ставите и играете для себя, если, конечно, вы умеете это делать. Или вы просто идете, не нужно идти в магазин, нужно открыть какой-то сайт и закачивать себе и слушать. Потому что это очень сейчас, это доступно. Но все-таки это определяет какое-то, в общем, определенное ухо, что ли, которое должно быть воспитано и подготовлено. Человек просто с улицы не может на 100% наслаждиться этой мелодикой, понять всю глубину и красоту этого звучания. Он должен каким-то образом подготовиться. Или это в школе, это должно быть заложено в школе, или в детском саду, в семье ли. Но это, в принципе, с другой стороны, это сделать никогда не поздно. Как вы думаете, почему вас любят люди? Меня? Да. Не знаю. Характер у меня вздорный. Ну, я могу быть веселый, ироничный. У меня, значит, наверное, красивый голос. Но, с другой стороны, я умею это делать, умею петь. Я достаточно хорошо и выучен, и моего таланта хватает мне на то, что я могу с легкостью работать в разных жанрах тоже. Это тоже важно в вашем счастье? И, конечно, то, что я представляю на сцене, это, как еще Ирина Константиновна Архипова говорила, это пакет, так называемый. То есть у меня есть то, другое, третье, плюс еще профессионализм, естественно, наработанный за многие годы. Часто все смотрят на внешний лоск профессии, красивая сцена, красивые костюмы, отличный вид. Но при этом мы же понимаем, что на самом деле за этим огромный труд соответствовать своей профессии, держать в ней марку. Ну, это, прежде всего, это, конечно, каждодневный труд, это тренинг, это как станок в балете, то же самое в опере. Тем более мы все связаны с какими-то внешними эффектами тоже, с климатом, с часовыми поясами, с сухостью, с влажностью, с холодом, все что угодно. Просто голос — это вот такие вот, в общем, такие маленькие тонкие связки, которые достаточно хрупкие и ранимые, что ли. И инструмент такой, прямо скажем, не самый надежный. Не самый надежный, но тем не менее связки окружены мышцами, которые нужно тренировать. Само пение по себе — это процесс очень физически энергоемкий. И поэтому, когда человек поет, я имею в виду, оперный певец поет, то в пении участвует все его существо, не только его тело, но и тело тоже, но и сердце, и душа, и голова, и все что угодно. А вот это напряжение души, это же на самом деле сложно? Ведь когда вы проживаете свою роль на сцене, вы же проживаете вообще чью-то жизнь. Ну не обязательно, просто для меня сам вот этот феноменальный процесс пения заключается прежде всего в том, что нужно просто встать и воспарить над реальностью, над обыденностью. Просто так вот сейчас вот с вами, сидя и говоря на кресле, я не могу открыть вот и запеть. Мне нужно какой-то огромный эмоциональный всплеск, встряска для того, чтобы не просто издавать звуки, стать издавать звуки, а для того, чтобы исполнять петь. Это очень-очень энергоемкий процесс такой. Вот наверняка, поскольку программа анонсирована, ее будут смотреть и те, кто хочет избрать эту профессию или желает такого будущего своим детям. А вот этим людям что вы можете посоветовать? Во-первых, нужно очень хорошо подумать, прежде чем вступить на вот это вот так огромное, испещренное разными ямами, капканами поле. Готов ли ты, имеешь ли ты, ну что ли, набор тех данных и ту душевную крепость и крепость характера для того, чтобы выдержать, скорее всего, что длинную и, может быть, благоприятную карьеру. Так как, в отличие от, ну, карьеры, там, популярного певца, это всегда должна, карьера и творческая жизнь достаточно длинна. И для того, чтобы она была длинная, нужно каждый день работать и нужно каждый раз расти. И нужно делать так, что следующие или выступления, или спектакль всегда были лучше прежнего. Но лучше, обязательно. Лучше прежнего. Если это не лучше прежнего, это трагедия. И нужно к этому относиться именно так. Это не неуспех, это фиаско, это трагедия. И только будучи максималистом, ты будешь и должен будешь расти. И тогда у тебя будет огромная и перспектива, и, с другой стороны, ну что ли, наслаждение этой карьерой тоже. У меня последние два вопроса, они связаны с Красноярском. У вас есть любимое место в родном городе? Любимое место. Вы знаете, я так редко здесь бываю, и бываю практически никогда не бываю свободным. То, чтобы просто вздохнуть, опустить руки, открыть глаза и пойти по своим любимым местам. Обычно меня или развозят, или привозят. И как только я освобождаюсь от своей работы, я должен улетать. Как правило, ранним утром. К сожалению, я не имею такой свободы. Совсем недавно, где-то в прошлом, по-моему, году, мой брат двоюродный, который живет здесь, Алексей, он меня привез в тот дом, где, ну, практически я родился и вырос. Я рос у бабушки на правом берегу. На улице Мичурина, пересечении Мичурина и Красноярского рабочего. Теперь там уже люди не живут, но, тем не менее, дом остался. Во-первых, приехав туда, конечно, меня защемило в сердце, и я почувствовал, ну, просто, ну, очень сильный трепет, конечно. Все мне показалось очень маленьким. Но это как правило. Но, помимо того, что там все это было гораздо меньше, тем не менее, мало что изменилось. Мне это было очень приятно увидеть. Вот, пожалуй, вот это место, которое я, ну, как, не только помню, Но иногда, иногда вижу во снах, в своих снах, я, в общем, я узнал и почувствовал огромный трепет. Если представить мечту, как некий сосуд, который, выполняя разные свои желания, вы наполняете все больше и больше водой. Вот сосуд вашей мечты. Сколько в нем еще свободного места? Сколько вы еще не исполнили и ставите перед собой творческих, жизненных, любых задач? Ну, вы знаете, когда этот сосуд будет наполнен, видимо, мне будет абсолютно нечего делать ни в своей профессии, ни на этой земле. Так что, мне кажется, что там места еще хватает. Спасибо вам большое. Спасибо. Поет Дмитрий Хворостовский. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА